Здравствуйте! В эфире программа «Простые вопросы». Сегодня на них отвечает Дмитрий Фролов, и я думаю, вы все его очень хорошо знаете. Дмитрий Викторович, заместитель директора по научной работе Республиканского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина, кандидат филологических наук, автор многих книг о столице Мордовии. Здравствуйте, Дмитрий! Здравствуйте! И сегодня я вижу у вас на столе очень много распечаток, распечатки будущей книги, образы старого Саранска. Вот о ней сегодня и рассказывайте. Пожалуйста, как возникла идея создания этого фотоальбома во многом? Это не простой фотоальбом, это не классический фотоальбом, это такое, можно сказать, монографическое исследование, только написанное в научно-популярном стиле. В этот раз нас двое авторов, Светлана Анатольевна Тельна, заведующая историческим отделом нашего музея, она же заслуженный работник культуры Республики Мордовия. Этот фотоальбом задумался достаточно давно. Дело в том, что первый и единственный фотоальбом со старыми фотографиями Саранска был издан в 2001 году, то есть ровно 20 лет. И он был издан нашими же сотрудниками. Сотрудниками нашего музея назывался он Саранск-Уездный. Два тома было, да? Да, был Саранск-Уездный и Саранск-Столичный. Вот второй том, он уже говорил о современности. А вот непосредственно дореволюционный период, да, и старые фотографии охватывал один том. И, конечно же, с тех пор прошло, во-первых, много времени, все-таки два десятка лет, это много, накопилось очень много новой информации. Были открыты десятки и сотни новых старых фотографий, если так можно сказать. И, конечно же, мы за это время списывались с целым рядом людей, старинных горожан Саранска, те, которые живут в городе и которые уже покинули. Некоторые потомки наших жителей живут вообще далеко за границей, не в России. И многие из них откликнулись на призыв прислать фотографии старых коренных жителей и прислали. И, конечно, большинство индивидуальных фотографий, оно эксклюзивно. Эта книга-альбом будет состоять из двух частей. Одна часть будет посвящена, конечно же, самому городу, а вторая его жителям, потому что жители как раз и создают город. И вот когда мы думали над этим фотоальбомом, то возникла такая идея, что вот большинство фотоальбомов старых городов грешат одним и тем же. Когда ты открываешь, будучи ты, например, туристом, не жителем этого города, то тебе не очень понятно, где находился тот или иной какой-то исторический объект. И для этого у нас появляется самая первая глава, она называется «Гравюры и планы». И мы отрисовываем специально для этого издание с различных карт, планов, с гравюр. Мы сделали вот такие планы, чтобы людям было понятно. На самом деле здесь одна распечатка, а там планы будут охватывать всю историю города Саранска. Будут планы 1600, 40-х, 50-х, 60-х, 90-х. Планы 18-го века. Будут планы 19-го и вот даже начало 20-го века. Заканчиваем планом 1904 года. И план застройки, да, получается? Да, план застройки города. И здесь везде мы впервые отметили все сакральные доминанты, все храмы, которые были, которые находились в городе, потому что первое, что строилось в городе, это были, конечно, храмы. Сначала храмы, понятно, были деревянные, потом они стали каменные. Многие перестраивались даже не по одному разу. И невезерно то, что город изначально очень долго наследовал так называемую старую слободскую историческую застройку, нерегулярную, то к началу 20-го века это видно, да, если вот конец 18-го века план и план начала 20-го века, видно, что город стал уже регулярным, да, по тому плану, который практически утвердила Екатерина II Великая, затем он утверждался следующими государями-императорами, но тем не менее. И на прежнем месте остались только храмы. А вот фотографии скольких старых храмов сохранились и сколько их войдет в здание? Все старые храмы сохранились, причем, конечно, некоторые старые храмы сохранились только в единственных экземплярах. И некоторые уже были опубликованы, ну, покойным, например, Сергеем Борисовичем, такие, как Кладбищенский храм, потому что Тихвинская Кладбищенская церковь, да, и Цереконстантиновская, вот они известны в одном единственном экземпляре из фондов нашего музея. Но, с другой стороны, при подготовке данного издания нами были обнаружены уникальные фотографии, которые никогда прежде не опубликованы. Это, например, вы видите Верхнеказанскую и Михайло-Архангельскую церкви. Это церкви бывшего женского казанского монастыря. Это место очень древнее. Стоял этот монастырь немного за географическим факультетом, чуть ближе к речке Саранки, да. И обычно он как-то в кадр попадал так издалека, особенно так называемый Верхнеказанский храм, потому что был еще Нижнеказанский, да, Нижнеказанский, это наш Трехсвятский, потому что главный престол был в честь Казанской иконы Божьей Матери, поэтому еще и Нижнеказанский он назывался. А Верхнеказанский храм так или иначе, как-то он всегда на общих видах города, то справа, то слева, то издалека, а вот так вот рядом фотографии неизвестны. И вот была обнаружена вот такая замечательная фотография. Ведь это место заселено очень давно, уже на рубеже 1650-60-х годов здесь был построен первый и единственный женский монастырь в истории Саранска. И существовал он практически сто лет. И только по секуляризационным процессам, которые были при Екатерине Великой, да, в 1760-х годах он был упразднен, закрыт. И его деревянные церкви затем уже сменили каменные. Вот эти обе каменные церкви, они были построены в 1770-х годах. Также, например, на основании старых планах и документов удалось уточнить. Вот прежде считалось, например, что вот эта небольшая Михаила Архангельская Зимняя церковь, что она была построена в начале 19-го века. Однако на ряде старых планов, например, на плане 1784 года, она уже значится каменной и завершенной, построенной. То есть понятно, что строилась она, видимо, в одно время с Казанской, то есть в 1770-х годах. То есть многие даты и цифры удалось обновить, да? Да, очень много удалось обновить, очень много удалось уточнить. И открылся целый ряд очень таких любопытных, интересных деталей. Удалось найти даже фотографии некоторых священников, которые служили в этих церквях. А следует понимать, что вообще найти фотографии священников, это очень большая сложность, потому что в советское время по известным причинам подобные фотографии не слишком собирались. Некоторые фотографии были уточнены в датировке. Вот это тоже произошло благодаря вот такой плотной научно-исследовательской работе. Какая самая старая фотография будет в альбоме? Каким годом датирована? Самые старые фотографии будут конца 1860-х, 70-х годов приблизительно. Ну и самые новые, самые молодые – это фотографии 30-х годов, потому как они изображают некоторые издания. Например, вот всем известное издание, бывший дом Бараблина. Известный Бараблин был человеком таким в Саранске знаменитым. Его называли яичным королем и крахмальным королем, потому что он скупал яйца, у него был свой крахмальный завод, еще и целый ряд других предприятий. Он был абонентом Саранской телефонной сети. Так, и этот дом, где бы стоял этот дом, напомните? Так он и сейчас находится, да? А, это вот этот дом там же стоит, на Московской, по-моему? Нет, нет, нет. Это дом, в котором сейчас располагается музей Мордовской. Народная культура? Да, да. А, вот это он, да? Да, это он. Вот так он выглядел в 1934 году. Вот такая интересная была надстроена своеобразная башня на балконе, и она послужила в том числе к выбору именно этой фотографии, а не более ранней. То есть в этом здании очень много что располагалось, и правлений банков, и склады были в подвальных помещениях. Очень интересное издание. Вы сказали, что очень много фотографий прислали люди, которые уже живут за рубежом России. Какая фотография запомнилась вам своей истории? Вот именно фотографии с историей. Ну, таких очень фотографий, знаете, много. Я вам сейчас покажу вот такую замечательную фотографию. Ее нам прислал ныне живущий потомок саранских жителей, он и сейчас живет в Саранске, Сергей Карташов. И это один из его далеких предков. Замечательная фотография конца 1880-х годов, священник Симеон Михайлович Соколов. Он служил в Успенской церкви и Верхней Казанской церкви. Вот такая замечательная история. Вот этот человек, Сергей, он обладает большим, очень семейным фотоархивом. И когда мы общались в процессе написания книги, он сказал, что у меня есть в том числе и духовенство в роду. Как-то мы посетовали, что немного фотографий духовенства, то есть различных сословий достаточно много, а вот дворян и духовенства немного. Вот мало того, он дал вот эту фотографию, так нашлась еще и фотография родной сестры этого священника, которая была замужем за другим саранским священником. Затем у той сестры нашлись фотографии ее детей, дети с очень интересной судьбой. Дочь была учительницей рисования в женской прогимназии, и затем в советское время работала учителем рисования. То есть вот такие новые интересные семейные связи. Именно вот такая история рода в истории города открылась. Или некоторые фотографии, вы знаете, они были взяты. Вот фотография Успенской церкви из наших фондов, нашего замечательного фотографа Ягунова. А выбрана она была именно потому, что здесь очень на паспарту такое милое, такое доброе надписание существует. Ягунов, он был вообще мастером текста. «Помни, 28 июль, снята 1910 года, а Ягунов родина мила сердцу». Посмотрите, то есть, видимо, фотография предназначалась кому-то на память. Возможно, человек, который уже уехал, уже не жил в Саранске. Но вот волей судеб, она оказалась в фондах нашего музея, она раньше не публиковалась. Вот эта фотография. И вот такие какие-то, понимаете, милые надписи. Вот та доброта, та любовь к своему городу, мне кажется, она важна. И читатель, когда откроет этот аннотированный фотоальбом, он должен почувствовать всю вот эту большую любовь наших предков к тому месту, где они жили. То есть, вот он почувствует то историческое начало нашего города Саранска. Да, конечно. Какое оно еще, да, милое сердцу, красивое. Как бы вы еще охарактеризовали наш город Саранск, его историческое лицо? Ну, вы знаете, вот когда тоже мы готовили, то в предыстории каждой главе мы отыскивали свидетельства тех людей, которые побывали в городе Саранске. И как они о нем писали? Вот, например, анонимный мемуарист начала XIX века писал, что церкви Саранска славились и славятся большими и звучными колоколами, блестящими иконостасами и драгоценными утварями. Этот же человек напишет, что жители Саранска, по большей части потомки Стрельцов, всегда отличались своей добротой и набожностью. Вот такое воспоминание оставил, к сожалению, неизвестный человек. По его мемуарам удалось восстановить, что он родился в 1753 году в Саранске, зачем учился в Московском университете. То есть, это был дворянин, конечно же, человек образованный. Интересные воспоминания о стране и о Пугачевском бунте. И вот какие-то такие моменты мы старались показать. Или вот, например, тоже очень интересная фотография, всем известная Анна Богословской церкви. Но эта фотография сделана с северной стороны. И здесь мы видим, что фотография на 1010-х годов дореволюционной. Здесь мы видим, что боковой предел с северной стороны, он не был таким же, какой он с южной стороны. Сейчас с северной и южной пределы, они симметричны. И здесь мы видим, что предел, он не выходил за границы изначального храма 17-го столетия. То есть, вот эта фотография, она тоже широко не публиковалась. То есть, тоже неизвестно. Многим обычно этот храм запечатлевали с алтарной части, то есть, с восточной или с юго-восточной. Так же, собственно говоря, как его и фотографировать сейчас с юго-востока, потому что, ну, это вот самый такой, наиболее, наверное, удачный ракурс для фотографов. Насколько объемной получится книга? 240 страниц в данный момент мы насчитали, но в этой книге очень много текстов. Вот, впервые в этой книге, когда пишем о людях, вот мы с Исланой Анатольевной восстановили полный список. Полный список, во-первых, всех воевод, начиная с 17-го века, всех предводителей дворянства. То есть, впервые это будет опубликовано? Впервые, то есть, это нигде не опубликовано, полные списки. Полные списки городских голов. Вот Светлана Анатольевна написала биографии некоторых городских голов, наиболее выдающихся, которые оставили такой значимый след в истории, и снабдила это иллюстрациями, фотопортретами того времени. Написано также о тех людях, которые работали в Саранском земстве, о деятельности Саранского земства. Написано о первой электростанции города, дается ее фотография, первая телефонная станция. Мы хотели также опубликовать и список городских абонентов в Саранской земской телефонной сети за 1112 год. Но, наверное, делать этого не станем. Номеров не так много, чуть более 150. Но вот все интересные люди, все интересные лица, многие из которых представлены вот здесь, они есть. Вот, например, такая известная фотография, как магазин Эсипова. Это известная фотография, на много раз опубликована. Это вид города Саранска. Но в то же время она дополняется другой фотографией. Это служащие магазина Эсипова. То есть, вот впервые тоже она публикуется. Очень интересная. Дается много фотографий горожан. Чтобы не перегружать о тех людях, которых известно не так много, мы не стали много писать. Ну, например, вот здесь мы публикуем мастер по пошиву шапок, саранские скорняки. Вот такой один разворот по скорнякам. Посмотрите, как богато одета скорняцкая дочь. Очень хорошо. В мехах, да. Да, то есть мы видим, что родители для своей дочери не пожалели мехов. Вот некоторые фотографии сейчас найду. Очень известных людей. Вот один разворот будет посвящен. Здесь мы видим Ивана Дмитриевича Воронина. В том нежном возрасте, когда он был еще в Ане. Фотография 1907 года. И здесь, на другом развороте, фотография другого почетного гражданина, будущего директора завода электровопрямитель. То есть вот такие тоже семейные истории, да. Казалось бы, и лауреат будет Ленинской премией Иван Васильевич Полежаев. А здесь мы видим, что это совсем еще такой маленький мальчик, который на руках у родителей. Фотография до 1909 года. Вот понятно, что это пока черновые прикидки, что это так черновая раскладка книги, фотоальбома. Разумеется, ее предстоит еще очень много вычитывать. Когда же она выйдет в свет уже в окончательном варианте? Успеете к юбилею, к 380-летию Саранска, к 12 июня? Мы, безусловно, конечно, успеем. Но все будет дело еще в финансовой стороне вопроса. То есть как только найдутся средства на издании данной книги, мы свою часть работы со Славой Анатольевной безусловно к 12 июня, конечно же, выполним. Дмитрий, хотел еще спросить. 380 лет городу Саранску, конечно, будет очень много самых разных событий. Какие мероприятия готовит Корееведческий музей? Очень много будет выставок, посвященных городу Саранску. Это будут и фото-выставки, это будут выставки и предметно-материальные, вещественные, это будут выставки картин, Саранск в живописи. То есть все это мы уже практически анонсируем. И в конце мая, после ночи музеев, одна из первых больших выставок, посвященные Саранску, уже начнет свою работу. То есть мы активно готовимся к этой замечательной юбилейной большой дате. Спасибо вам большое за разговор. И я напоминаю, что гость нашей студии Дмитрий Фролов, заместитель директора Республиканского краеведческого музея имени Ивана Дмитриевича Воронина. Все ждем новое издание образа старого Саранска. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok